Направление моей подготовки – конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Я выбрал профиль подготовки инструментальной системы машиностроительных производств. Профиль – конструирование машин и оборудования. Я учусь на направлении конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. У меня с детства технический склад ума, поэтому я хотела заниматься технической специальностью и помогать нашей стране. Я могу трудиться в должности инженера-технолога, инструментальщика, оператора станка с числым программным управлением. Окончив учебу в авиационном колледже, я твердо решил поступать на техническое направление в ДГТУ, так как уже знал специфику, знал, чего от этого ожидать и чего я хочу от дальнейшего образования. На выбор университета много времени я не потратил, основываясь на том, что ДГТУ первая порта. И проучившись почти три года, могу сказать, что профессия инженера-конструктора очень творческая и интересная. Конструктор — это тот человек, который из имеющихся ресурсов сделает что-то новое, порой даже объекты материальной культуры. Я преподаватель кафедры металлуреющей станки и инструменты. На нашей кафедре преподаются дисциплины, связанные с оборудованием и процессами механической обработки материалов. Привить любовь студентов наших к своей профессии достаточно просто. Я считаю, что достаточно лишь вовлечь их практически в учебный процесс, включив какую-либо установку либо оборудование, и сразу можно увидеть, как глаза наших студентов начинают гореть. Уникальность обучения на факультете технологии машиностроения состоит в том, что знания, приобретаемые студентами у нас, дают им возможность работать в очень широком спектре специальностей и направлении деятельности. Наши выпускники, именно наша факультета технологии машиностроения, находятся практически во всех сферах деятельности и города, и области, и регионов в целом. Кроме того, наши выпускники есть работающие за границей. Это и российско-финские компании, это российско-немецкие компании, это российско-польские компании. У нас ежегодно 90% работают по специальности. Технология машиностроения – это одна из ведущих отраслей, и от степени ее развития определяется экономический уровень в государстве в целом. Я выбрала именно его. В реализации моих возможностей наш университет меня очень радует. В прошлом году я вступил в механизированный уборочный отряд ДОН. Вместе со студенческим отрядом я поехал на Целину и остался очень доволен. На практике я посмотрел, как работают механизмы и агрегаты, которые я изучал в университете. ДГТУ сотрудничает с множеством промышленных предприятий, в том числе и Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи, в котором в будущем я планирую работать. Перед производством я бы хотел набраться практики в Южном центре модернизации машиностроения. Этот центр оснащен первоклассными станками, необходимым программным обеспечением, учебными клавиатурами для станков с ЧПУ. Я являюсь председателем профсоюзной организации факультета технологии машиностроения. За время, проведенное в общественной жизни ДГТУ, я могу с уверенностью сказать, что здесь есть специалисты практически всех направлений, которые помогут реализовать себе даже порой самую безумную идею. Совместно с профсоюзной организацией ДГТУ я организовал множество мероприятий, которые дали мне большое количество друзей и знакомых. И, конечно же, как мне кажется, самое главное – опыт общения с абсолютно разными людьми. За 8 лет учебы в ДГТУ я пробовал себя в научной деятельности, работал в профсоюзной организации, также пробовал себя в баксе возможных культурно-массовых мероприятиях, в каждом из которых мне удалось как-то реализовать себя, где-то оставить свой вклад, след и почерпнуть что-то для себя лично. В ДГТУ все, что ограничивает студента в его реализации – это его фантазия. Если в ДГТУ нет чего-то, можешь быть первым.